Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Катя, и вас очень рада здесь видеть. Сегодня я хочу вам показать, что я накупила в магазине Shepard's Bush. Здесь будет только Shepard и несколько наборов Mill Hill. Если вам интересно, то продолжайте смотреть, если нет, то уйдите с вами в следующих видео. Также я поснимала в магазине, в самом Shepard's, небольшое видео. Я обязательно вставлю либо в конце, либо смонтирую отдельное видео. Но у меня уже есть видео с похода в этот магазин. Я оставлю ссылку внизу. Кому интересно, проходите посмотреть. Наборов я накупила очень много. Я купила не только себе, а еще двум своим вышивальным девочкам. Поэтому я буду некоторые наборы показывать в дубликате. И посмотрите, какой масштаб детства. Мне кажется, бабулька сделала кассу на полгода вперед. Давайте начну показывать по порядку. Если вы впервые попали на мой канал, то скажу вам сразу, я фанатею от Shepard's Bush. Для меня это один из самых любимых производителей. Я с радостью всегда покупаю эти дизайны и с огромным удовольствием их вышиваю. Мне импонирует все, вплоть до того, как сделать наборы. Во-первых, это красивая схема на приятной бумаге. Потом я буду показывать поближе, которая у нас Reuseable уже, что не может импонировать, если вы заботитесь о окружающей среде и сортируете мусор. Дальше это красивая фотография. Она, кстати, при юне всегда передает всей красоты. Также это лен, либо окрашенный, либо неокрашенный, шелк и какой-нибудь эмпелэшмент, либо пуговица. В общем, вышивать это дело одно удовольствие. Ну, серьезно, очень красиво и приятно. Если вы попадаете в магазин Shepard's Bush, то все покупки, которые вы там совершаете, идут вот в таком пакете. То есть уже очень приятно иметь именной пакет с любимого магазина, который потом вот так вот перевязывают ленточкой, красивой бантиком. И плюс еще добавляют такую брошку, пуговицу, овечку. Ну, невероятно. Это моя вторая такая вот пуговица, потому что второй поход в магазин. Шикарно. Как мне кажется, это мелочь, а приятно. Ее, кстати, можно потом где-нибудь использовать на каком-нибудь даже симпатичном маленьком дизайне. В самом магазине работают производители, то есть дизайнеры этих схем, этих наборов. Это две сестры. Невероятно приятные, теплые женщины. Такие улыбчивые, всегда готовы помочь. И я была в магазине с открытия до закрытия, и они мне помогали только так. Шикарные женщины, ничего не могу сказать. У них есть одна помощница. Вот они там втроем работают в этом магазине. Что интересно, это то, что в этом магазине можно встретить то, чем вдохновлялись дизайнеры. Например, я недавно вышивала комодик от Шепардс Буш, и потом юрил этот комод воочию. То есть дизайнер просто посмотрел на комод, вдохновился, нарисовал, и потом его вышел. В общем, не знаю, мне кажется, это очень интересно. Я прям так вдохновилась, что хочу вышивать Шепардс Буш постоянно. Хотя и так много вышиваю, но тут я прям вообще просто влюбилась заново. Давайте начну показывать, что я прикупила. Начну с первого набора. Это вот такой вот красивенный дизайн. Шикарный, как мне кажется. Если бы я не удела его от Шепардс, я бы даже не обратила на него внимания. Привью всегда, правда, очень такие красивые, да, фотографии милые, но ничего не понятно, что изображено. Вот, это такое сердце. То есть это как бы земля в виде сердца, и по ней идет пастух с овечкой, домик, цветочки растут, травки. В общем, такой вдохновляющий лично для меня дизайн. Красивенный лен. Шелковые нитки приливаются. Очень красиво. Такая пуговка. Это у них всегда очень красивый ценник. Видите, даже вот ценник обалденный. Но это, конечно же, не итоговая цена, потому что мне надо обязательно добавлять налог. В общем, не знаю, вот мне нравится подход, как подходит ко всему Шепардс Пуш. Так, я старалась, честно, купить не весь магазин, но мне кажется, я бабулькам так сделала кассу на полгода вперед. Что не может не радовать. Дальше. Вот такой вот дизайн. Очень красивые сердечки. Я уже как-то его показывала на своем канале. Обалденно. Он выглядит. У одной вышивальчицы, за которую я смотрю в инстаграм, мне кажется, она из Китая, у нее вышит полностью вот этот вот дизайн. И здесь добавлен хардангер. Выглядит просто потрясающе. Я бы то, что хотела сделать, если бы умела бы красиво делать хардангер. Но только я делаю его только два раза. Здесь я подучусь, а потом на вот этом дизайне я потренируюсь. Что в набор входит. Нитки. Кстати, здесь довольно-таки много ниток. Такой большой пучок. И бисер с сердечками. От набора к набору комплектующие могут отличаться. Дальше покажу вам очень интересную серию. Серию с паспорту. Это лимитированные дизайны. Я очень гоняюсь за... Очень. Ну, прям не совсем так очень, но я гоняюсь за некоторыми наборами. Они уже сняты из производства. И пока что в магазине их и не предвидится. Я не знаю, будет или нет. Но я купила то, что было. Во-первых, это вот такое вот сердечко. Милое. Так то она называется. Красивый дизайн. Напоминает, что-то браслет Пандору. Но на превью вот такое сердечко. А у меня в наборе вот такое. В принципе, можно вычесть и с таким. Ничего в этом страшного нет. Но я думаю, я просто куплю какое-нибудь красивенькое и привешу. Может, и это оставлю. Паспорту вот такое вот миленькое. Смотрите, какое оно классное. Давайте я на это оставлю, покажу, как оно сделано. Так, ну, нитки, понятно, да? Нитки, ткань, бисер. Видите, даже здесь на снимке такой логотип. Вот так вот выглядит паспорту. Это все нарисовано вот от руки. Можно потрогать текстуру. В общем, классно. Мне очень нравится. Я прям балдею. Вот такая вот красота у меня получится. Дальше. Вот такой набор. Увидела его вышитым и не смогла пройти мимо. Здесь обалденная паспорту. Красота красотой. И красивый лен. Так, что посмотрим у нас, какой здесь имбелл. Только не открывается набор. Ну, ладно. Здесь, по-моему, листочек у нас есть. Представляете, так запаковались, я тоже не могу открыть. Вот, очень красивый дизайн. Дальше. Вот второй такой же. Я взяла на подарок своей подружке. Красиво. Они очень маленькие. Прям вообще вот такие вышитые получаются. Но зато здесь можно сразу его оформить. Вот, кстати, здесь можно, наверное, посмотреть. Попробую этот набор открыть. Да, тут хорошо открывается. Покажу, что здесь из мбелла есть. Вот такой вот листочек. Небольшой. В принципе, можно без паспорта вышить и сделать подушку, либо просто оформить, поэтому обязательно. Дальше. Вот такой набор я очень хотела. Один раз выпустила на ebay и нашла в магазине. Классный сапог. Не вышивая новогоднюю тематику и рождественскую, но он мне очень нравится. Он какой-то такой прикольный, простой. И мне нравится с того решения. Красивый паспорту. Три бусинки и очень мало ниток. Кстати, в некоторых наборах есть органайзер сердечка, в некоторых нет. Ну, красиво. Дальше. Вот такая вот овечка. На превью вообще ничего не понятно. В магазине вышитая работа выглядела просто потрясающе. Вот когда смотришь на вышитую работу, понимаешь, что надо брать. Если бы я не видела ее в альшиве, я бы не взяла. Кстати, вот эти вот фигурки в магазине и были, поэтому можно было все рассмотреть, потрогать. Прям так приятно. Вот паспорту такое. Здесь у нас есть луна, бисер, шелк. Ну, красиво. Что сказать? Очень красиво. Кстати, паспорту голубой, нежели серый, чем передается. Не очень правильно. Такие маленькие красивые фигурки. Какие-то кошачьи волосы, извините. Так, и вот такой вот наборчик я взяла. Такой вот сад. Популярная рамка у них. Кстати, эту рамку можно было купить. Нет, похожую рамку. Там есть еще домики из этой серии. Там продается рамка. Здесь у нас вот тоже такая красота. Посмотрите, как красиво все переливается. И вот такой вот, такая букашка. Так, ну я в восторге, что сказать. Дальше я себе купила вот такого вот снеговика. У меня есть два. Мне нравятся все, но мне больше всего, кстати, нравится снеговик вот этот шоколадный. Опять же, когда я видела выше там все снеговики, я поняла, что этот самый прикольный. О, превью мне тоже нравится. Очень красиво он выглядит. Основа здесь просто шикарная. Она такая шоколадная-шоколадная. Нитки, пуговицы. Ну, здорово. Прям приятно платить за эти наборы. Вот честно. Все свои снеговики буду вышивать в этом году. Дальше. Вот такой вот дизайн. Нежная весна. Красивый. Его вышивала Талия 60. Красивый-красивый. Я его как-то не купила, потом жалела. И вот думаю, надо бы взять. Ну, очень милый. Здесь тоже нитки. Вот такое вот яичко. Кому не нравится вышивка в одну нить, можно вышивать две. Единственное, что может чуть-чуть не хватить ниток, но я думаю, что страшно, можно заменить. Дальше. Давно смотрю на вот этот дизайн Трикор Трит. Ой, мне так нравится. Он такой классный. В головы, что он просто обалденный. Еще есть такой дизайн весенний. Там они идут на бал. Но он большой. Точно такой, только большой. Я бы хотела его себе купить. Обязательно куплю потом. Вот нитки. И классно. Такая у нас, смотрите, такая фактурная. Глаз, сердечко, умыбка, нос. Прикольно выглядит. Нитки красивые. Думаю, будет вышиваться очень приятно. Ой. Красивый. Такой прикольный. Мне так нравится вот эта шахматка. Колпак прикольный. Вот здесь. Вот этот вот. Смотрите, какая классная луна. Вот эти вот игрушки все интересные. Овечка такая прикольная. В общем, забавно. Забавно, забавно. Дальше. Скажу вам. Большой набор от... Так же, естественно. От Чепта. Это такой-то моряк. С этим набором у меня такая интересная история. Я три раза пыталась его купить, и все, что-то шло против меня. И вот, наконец-таки, я его себе купила. Красивый. Такой толстячок здесь. Морячок. Пуговица классный. Вообще, к нему есть набор коллега. Там девушка... Ну, девушка. Пампушка собирает кренбери. Ну, почему-то я его как-то не могла долго найти. Вот сейчас нашла. Написала женщине, что хочу его купить, и она мне не отвечает. Ну, может, я его еще и куплю у нее. Вот если нет, то закажу в магазине. В другом. В общем, хочу парой их вычесть. Мне нравится. Я люблю, когда вот так вот все очень нежно, почти ничего не видно. Надо глядеть, вглядываться. Мне это нравится. Я любитель нежных оттенков. Особенно, если это шелк, я просто млею. Это все очень деликатно. На свете это все поблескивает. Я вижу разницу. Высчитаю шелками, высчитаю нитками DMC. Мне нравится то и то. Ну, конечно, шелк нравится больше, чего тут лукавить. Здесь у нас довольно-таки много ниток. И пуговица с бисером. Покажу. Кстати, вот все наборы, которые там вышли, такие большие. Это просто... Я смотрела и не могла оторвать взгляд. Это просто обалденно выглядит. Я поняла, что я хочу вышивать много больших наборов от Шепард. Потому что они оформлены, выглядят просто потрясающе. Вот прям так масштабно и красиво. Вот. Супер. Дальше. Я купила вот такой классный бэк. Ой, створский дизайн. Здесь вот такой вот составляющий. Лента. Вот еще какая-то лента. Она, кстати, по-моему... А, да, это синенькая. Синенькая и красная. Потому что это тоже лента. Она покрашена. Луна. Звездочки. Что интересно, вот сейчас они не делают набор вот с этими звездами. Как я понимаю, они кладут вот эту звезду вместо вот той большой. А вот эту нужно вот пришить вот сюда. И если у вас очень старый такой дизайн, то тогда, может, там еще звезда есть. Потому что у меня подружки такой же набор. И я посмотрела все наборы, которые продавались в этом магазине. Они все укомплектованы одинаково. Но ничего страшного. Самое главное, здесь кто-то луна. А она там есть. Вот. А там торчит. У меня вышел уже один такой мешок. У меня есть все мешки, кроме одного со снеговиком. Ну, я просто не учусь снеговиков. Люблю. Поэтому я их не купила. Дальше. Купила такой ролл. Античное сердечко. Там было так много роллов. Такая красота. Я их так люблю. У меня чуть меньше, мне кажется, половины. Я хотела купить все. И вообще, хотела другой. Пенси-ролл. Но почему-то купила вот этот. Я перепутала. Ну, как обычно. В магазине там что-то. Забегалась и перепутала. Не купила то, что собиралась. Ну, да ладно. Вот. Здесь красивый такой лен. Я вот не понимаю, вот эта вот тесьма, она выцвела или она такая и есть. Наверное, она... А, это же античный ролл. Все понятно. Кстати, смотрите, да, здесь у нас сердечки, да, а здесь у нас идут вот такие вот узоры, да, совсем другой. Ну, ничего страшного вообще, разницы никакой, как мне кажется особо, что по Эмбеллу. Здесь, кстати, нитки DMC, а вот там торчит красивое такое вот сердечко. Ну, красиво, красиво, что же говорить. Дальше. Вот такой ролл. Это был один из моих самых первых желанных наборов. Почему-то я его всегда выпускала, не могла купить. И тут видела, Лена вышла. Оставлю ссылку на ее канал. X-Titch Dreamers, если я правильно произнесла. И запомнила название канала, все забываю. Вот, и я подумала, что мне тоже срочно надо. В общем, когда видишь вышиты эти роллы, это просто что-то. Сразу хочется все купить. А пока вышиваешь, бывает такое, что вышивать не очень интересно. Но как вышиваешь, все, понимаешь, это любовь. Здесь Эмбеллаш, вот у нас спрятался, я так понимаю. Вот он там торчит. Это такой домик. Все роллы идут в комплектации нитками DMC. Иногда шок тоже встречается. Дальше я взяла вот такой классный мешок. Вообще он такой обалденный. Смотрите, красота. Просто красотень. Тоже его хотела. Думала, брать, не брать. Потом его купили. Я его долго не видела. И в магазине откопала. Кстати, многих наборов, которые хотела, там не было. Не знаю почему. Но это, по-моему, больше не предвидится. Здесь немножко Эмбелла перевернута. Не видно всей кресты. Но я вижу, здесь у нас есть луна. Привидение. Классный бисер. Оранжевая такая вот основа. Вообще здорово. Не так мало. Но радости. Радости очень много. Мне так нравится, когда здесь вот так вот две ленты. Я вообще обожаю ленточки. Дальше я купила из Шеперта вот это сердечко. Очень его люблю. Давно я все хотела купить. Руки никак не доходили. И, конечно же, сейчас я не смогла себе отказать в этом удовольствии. Люблю. Просто люблю. Нравится мне стилистика. Люблю, когда вот такие вот узорчики есть. Такие сердечки. Вот это шахматка. В общем, все мне здесь нравится. Ну и, конечно же, прекрасная основа. Красивая комплектующая. Ну, вообще, просто прелесть. Опять же, разная тесьма. Не такая, как и здесь. Но это вообще, да. Разницы никакой, я считаю. Нравится мне даже здесь, кстати, фиолетовые скрепки. Приятный, приятный дизайн. Дальше я купила вот такую подушку. Долго думала, надо, она мне не нужна. Это еще надо или не надо. Нужна, не нужна. Хотела купить ее еще весной. Вышивать ее на Пасху. Но потом ее купили. Я ее не видела. И все. Здесь, что классно. Здесь, смотрите, какой заяц огромный. Прикольный. И, ну, вообще, сама композиция интересная. Красивая тесьма. У нас здесь переворачиваем. Это обалденная лента. Заяц. Только, наверное, из-за зайца можно ее купить. И там вот яйцо перевернутое. Заяц шикарный. Вообще классный такой. Обожаю белошвенты. Ничего не могу с собой поделать. Тоже основа приятная. Такая желтенькая. Люба дорого смотреть. И последний набор, который я себе купила, это вот такая вот подушка. Там стоял стенд с подушками. Я смотрела, как завороженные. Правильно? Сказала? Наверное, да. И вот у меня есть только одна вышитая подушечка. Пока что. От Шепардс Буш. Я, конечно же, хочу их все. Буду со временем покупать и вышивать. И оформлять свой вышивальный уголок. Красиво выглядит она. Вот эта подушка одна из самых классных, как мне показалось. На данный момент. Потом была бы осень. Мне показалось, что осенняя подушка самая классная. Была бы зима, что зимняя. Ну, как обычно, да. Ну, прикольно выглядит. Нравится. Мне здесь цветовая гамма. Нравится вот эта вот пастушка. Овечка. Классно. Обожаю эти овцы с сердечком внутри. Вот это сердце. Корзина. Все. Все здесь классно. Ну, и, конечно, красивые комплектующие. Эта лента, которую можно купить, кстати, отдельно. Она покрашена вручной. С переходами. Очень приятная. Бисер. У меня спрашивали, как я пришиваю ленту. Кстати, довольно-таки много людей. Вот у меня есть набор от Shepard. Точнее, от Just Nen. Я пришла таким же способом, как и ленту от Shepard's Bush. Я буду вышивать эту подушку и обязательно вам покажу. Вдруг непонятно до сих пор. Дальше я купила 4 пака к собирателям. Почему купила? У меня все есть. Я купила для одной девушки. Она просила, если там еще будут. Потому что их снимали с производства. Я не знаю, там еще есть они или нет. Но я забрала все, что было. Естественно. И я купила. Вдруг кому-то еще надо, то напишите. Вот. Я вам их продам. По той цене, естественно, за которую купила. У меня нет вышивального магазина. Я ни на ком не навариваюсь. Ничего такого не делаю. Просто иногда рада помочь. Так как я постоянно хожу по вышивальным магазинам. И потом мне пишут. Ой, купи мне, купи мне. И я подумала, что лучше брать с запасом. Потом я продам. Чем. Вот так вот мне будет писать. Потому что я сама понимаю, что что-то очень хочется. Иногда тяжело найти. И если есть возможность у кого-то помочь, то почему так не сделать. В общем, это такие вот паки к собирателям. Я планирую вышивать всех собирателей в этом году. Ну, по крайней мере, два так точно. Но чуть-чуть попозже. Вот. Так что вот так вот. Пишите, не стесняйтесь. Дальше. Я купила там, также в этом магазине, были наборы Милхил. Там были очень старые такие сумочки. Одни из первых дизайнов Милхил. Но я их не покупала. Потому что они почему-то мне не особо нравятся. Я просто не знаю, куда их деть. И также там были несколько наборов, которые я не смогла, конечно, удержаться. Это вот такой вот дизайн с забором. С лейкой, с птичкой, с домиком. В общем, симпатичный такой наборчик. И я, конечно же, его себе прихватил. Это 99-й год. Ну, по-моему, это перевыпуск. Потому что, посмотрите, пуговица на клею, упаковка новая, бисер такой свеженький, новенький. Все-таки старый бисер, он выглядит более матым, отличается. Ну, сама упаковка, конечно, все это дело выдает. Вот. Это такой дизайн. Очень мне нравится вот эта вот часть. С удовольствием я хотела купить такую рамку. Надо бы будет найти и купить. Кстати, Милхил, да, это вторая моя страсть. Большая-большая. Дальше нашла вот этот там набор. Это уже видно старичок. Вот такие наборы я просто обожаю. Обожаю. Ничего с собой поделать не могу. Во-первых, здесь сначала непонятно, что это такое. Это тыква, да, домик. Домик. Оттуда влетает у нас привидение. Вот одно вот вылетело, и второе уже полетело. Значит, этот забор мне нравится, непонятный. Здесь у нас эти конфетки такие, кукурузинки. В общем, все очень прикольно. Тыква выполняется, как я вижу, смирный стич. Будет очень интересно вышиваться. Объемная, красивая такая. Ух, я думаю, я получу огромное удовольствие. Набор 98-го года. Здесь у нас уже старая комплектация. Пришивные пуговицы. Это привидение сердечка. Ой, как мне нравится это сердечко. И куча мышка. Также много ниток и бисер. Ну, классно. Что еще могу сказать? Просто обалденно. Люблю. Всем сердцем. Дальше я купила еще вот такой вот дизайн. У меня их три. Вообще, это был самый дорогой и желанный дизайн из моей тогда, в том году, коллекции. Или поза том, я уже не помню. Я за ним охотилась, нашла по какой-то там бешеной цене. Купила. А потом так получилось, что в одном магазине его увидела, взяла. Кому-нибудь сейчас увидела, взяла. Я решила, что я возьму. Вдруг кому-то потом понадобится. Кто-то его тоже ищет. Потому что пуговицы здесь просто обалденные. Ну, во-первых, их три. Во-вторых, они старые, пришитые. И здесь прекрасное качество. Придраться даже не к чему. Этот набор я хочу каждый год вышить. И все, я почему-то не вышиваю. Я это знаю почему. Потому что я не могу решить, вышиваю от него на льне, либо на бумаге. Но он классный. Просто обалденный. Его надо вышить и оформить. Когда у меня будет для него рамка, наверное, вот такая. Мне кажется, до рамки он классно бы становилась. Тогда бы я, конечно же, сразу его купила бы и вышла. Точнее, не купила бы, а вышла. Так что вот, у меня есть несколько наборов. Если что, пишите. Хотя, как это отправить, честно, непонятно. Я планирую сделать расхомячку. Но попозже, когда это будет возможно, все. И я вам тогда дам это узнать. Напишу, что я там планирую распродавать. Потому что много у меня копий. Так, извините, я просто наклейку отрывала. Также я нашла там дизайн от Виктории Сэмплэр. Это моя еще одна любовь. Как у нас говорят, ну тебе любовная любовь. Масло-масло. Ну вот правда. Классный дизайн. Супер. Просто супер. Вот такой домик. Посмотрите, какие красивые переходы цвета на крышу. Обалденно. Я, конечно, буду вышивать, но только без вот этого. Я так понимаю, это не крест. Это просто, как, знаете, в старых викторианских домах. Там есть вот такой вот элемент. Когда ветер дует, он крутится. Поэтому я буду вышивать без него. Ой, я только сейчас заметила, что здесь какой-то такой небольшой домик, как скворечник. Ну, походу, этот скворечник точно такой же, как дом. По высоте. Разные элементы. Ой, ну, очень красивые. Это дизайн такой изящный. Мой дом, где мое сердце. Классно. Смотрите, какая красотень. Вот семья. Вот хардангер. Ох, красота. Как все ровненько, красиво, аккуратно. Прекрасно. Обожаю хардангер. У меня прямо руки чешутся начать его вышивать. Здесь красивый узор. Что у нас на обороте? Вот этот же дизайн. Только здесь, видите, в другой цветовой палитре. То есть здесь у нас цвета, понимаете, голубая больше. А здесь у нас она красная. Ну, да, смотрите, красная. Представляете, только сейчас заметила. Рассматривала, рассматривала. Заметила только сейчас. Не знаю, сколько здесь хватит ника на два, либо нет. Вот этот дизайн давайте посмотрим. Хват, конечно, прилагался. Ай, красота. Посмотрите, сердечки. Я, кстати, подозреваю, что хватит, потому что... Потому что сколько делается. Так, здесь сердечко, здесь сердечко, 4 сердечка. А здесь у нас их 8. То есть, да, скорее всего, на 2 семплера. То есть, видите, раз, два, три, четыре. И здесь, а, да, раз, два, три, четыре. А здесь белые сердечки. Вот у нас есть и белый, и есть розовый. Но я надеюсь, что мне хватит. Но если не хватит, то ничего страшного. Вот. Даже не знаю, какой мне сюжет нравится больше. Я вообще люблю поярче. Наверное, вот этот. Хотя этот тоже очень красивый. Это мне все нравится. Съема у Виктории. В следующем видео я покажу вам еще так же наборы, которые купила уже не в магазине Шепард. Там будет Шепард. Так и покажу схемы от Виктории. Какие мне удалось найти с паками. Вот. Очень красиво. Так все проработано качественно. Здорово. Обалденно. Из-за упаковки вот выглядит вот так. Кстати, сама Виктория, не Виктория, а Тея ее зовут. Она иногда в группе на Фейсбуке своей продает, ставит на аукцион свои высчитые работы. Там у этого такие деньги. Я думаю, ничего себе. То есть каждый дизайн, который она вышивала, она потихоньку, так понимаю, распродает. Интересно, какой вам больше нравится. Голубой, либо красный вариант. Мне нравится все. Эта схема под номером 57. Люблю. Сейчас импер, где есть домик написано, где есть семья, сердечки. Все такое прям нежное, сентиментальное. Так, дальше. Сумочка. Ну, куда ж без сумочки. Так она была красиво. Завязана. За картошкой мне ходить в магазин. Вот такая сумочка. Покажу этот как тотбек. Вот. Пусть будет. Пусть все знают, что я фанатею от Шепарда. Вот. Ну и все. Это все, что я купила себе. Показала очень быстро. Столько покупок. А показала моментально. Да, за полчаса. Ну, а дальше покажу вам, что я купила себе вышивание подружки. У нее есть канал. Зовут ее Таня. Живет в Мавтихате. Канал называется Пушистые крестики. Она была в магазине Silver Needle. Я уже про это говорила. Но вдруг кто смотрит мой канал в первый раз. Вот. Проходите к Тане. Посмотрите, как этот магазин выглядит внутри. Выглядит просто классно. Так. Буду шуршать. Здесь у нас тоже самое. Ленточки нам повесили, правда, все разные. У нас спросила меня там дизайнер. Хочу ли я сделать такие тексты, чтобы здесь написать имя Тане. Я говорю, давайте, конечно. Давайте. Давайте все, что даете. Я с удовольствием заберу. Вот. Таня тоже накупила на... На... На очень много. Даже страшно сказать, сколько. Давайте начнем показывать. Первое. Это вот такая красивая вышивка для коробки. Вот. Бордовый. Все эти дизайны можно посмотреть вышитые у нас в самом магазине. Что очень здорово. Классная овца. Видела, кстати, ее тоже в продаже. Но не в магазине, а в другом. Я побывала в четырех недавно магазинах. За месяц. В четырех вышивальных магазинах. В двух я снимала видео, в двух нет. И потому что я снимала до этого. И подумала, что зачем снимать всегда одно и то же. Это уже неинтересно. Поэтому я, наверное, все вот эти магазины, которые я побывала, я смонтирую в одном видео и скину. Так, кстати, будут вот такие вот овечки. Вы посмотрите. Они стоят две штучки девять долларов всего. Вот. Нравится. Просто неимоверно мне вот эта вот салфетка. Хочу ее тоже вышить. Красота. Мне кажется, эта серия одна из самых продаваемых. Потому что она новая. Такая прикольная. Здесь все, что многие любят. Это домик, овечки, красивые цвета, корзинка, улей. То есть беспроигрышный вариант. Вот. Набор стоит 50 долларов. Да, салфетка. 55 получается. Лен. Пуговицы. Здесь такие милые. И нитки. Почему-то их так вот положили на два пучка. Не знаю, почему, наверное. С кем это объяснено. Нитки все так переливаются. Просто обалденно. Так, это первый набор. Дальше. В этой серии также есть вот такой вот фоб на ножницы. Такие вот подушечки. Смотрите, какие прикольные. Такой огромный цветок и маленькие овечки. Здесь огромная птица и маленькие овечки. Ну, просто супер. Посмотрите, какие красивые ленты. Ай, они такие классные. Обожает большой бисер. И, кстати, очень-очень много остается. Вот у меня есть подушка из этой серии. Здесь я пришивала вот сюда вот этот бисер. То есть я использую бисер на подушку. Я не могу найти остатки. Я кому-то их отдала. И я помню, что там оставалось еще на пять подушек таких. То есть их очень много. Вот. Красиво. Композиция такая яркая. Еще так цветочки аккуратненько разложены. Дальше. Сердечко. Вот такое у меня. Такой набор тоже есть. Красивый. Цветущие сердца. Люблю сердечки. Вот. Здесь какой-то былошмонт. Ниточки. Блестит, переливается. Но как можно было не взять. Дальше. Вот этот вот дизайн, который я уже вышивала. Это был первый дизайн от Шепард. После которого у меня снесло крышу. Если можешь так сказать, ну, наверное, можно. По-другому я не могу сказать свое фанатичное отношение к этому производителю. Превью совсем не передает всей красоты. Но поверьте, вышитый дизайн. Он просто бесподобный. У меня есть видео, вы можете посмотреть на канале. Это просто вау. Просто вау. Здесь мне нравится вот этот дух цыганских сердец. Нравится, как вообще выполнят набор. Что там написано внутри. Потому что часто к набору идет описание, чем вдохновлялся дизайнер. Что он думал. Иногда, кстати, нет. Но вот этот набор, это один из моих самых любимых. Красивенный бисер. Эмбелошменты. Вот такие вот пуговицы. Не так много ниток. Ну, я понял, что мне всего хватило. Там даже на второй набор хватает. Супер. Один из моих самых любимых дизайнов. Дальше. Вот такой вот классный тоже набор. Они все для меня классные. Могу повторяться. Ой, как классно и красиво. Ну, так и есть. Мило. Ну и все. Что-то еще сказать. Сердечки, овечки, луна, ангелочек. Вот составляющая этого набора. Вот вы не смотрите, что так много, точнее, что так мало шелка. Здесь, на самом деле, хватит на полтора-два дизайна точно. Иногда так бывает, что в Шепарде не хватает некоторых ниток. У меня так было, что одна нитка закончилась. Но я достала с другого набора. Это был белый цвет. И я, думаю, ничего страшного. Спокойненько подобрала. Красота. Милая бисерца за два вечера. Думаю, спокойно. Дальше. Серия. Вот эта большая. Вот такая вот игольница. Овечка прикольная. На ней птица сидит. Череш лайф называется. Здорово. Просто здорово. Здесь у нас что идет. Вот все, что идет, то идет. Лен. Схема. Задень так красивый. Пуговицы. Шелк. Перле. Вот идет. Интересно, где она здесь у нас используется. Наверное, курица шить. Не знаю, как это будет. Таня разберется. Дальше. Вот такой дизайн. Я вам уже показывала. Трикор Трик. Опять. Такой. Вы тоже его видели. Из того, что я вам еще не показывала. Вот этот дизайн мне очень нравится. Little Witch. Маленькая ведьма. Ой, он такой классный. Я только дома рассмотрела и поняла, что я сделала глупость, что я его не купила. Он очень здоровский. Во-первых, здесь классный лен. Во-вторых, вот эта вот луна, это просто все. Это супер. Это супер то, что меня завораживает здесь. И мне хочется его ушивать дальше. Вот такая вот ведьма в колпаке. Одежда, ботинки. Вот такие прикольные. В общем, тут какие-то зелья стоят. Ой, классно, классно. Набор все такой довольно-таки пупенький. И вот такая вот тиква. Кстати, мне она не очень нравится почему-то. Я бы заменила ее на обычную. Обалденно. Просто обалденно. Такой куст тут растет. Дальше. Вот этот дизайн. Когда я его покупала, мне сказали, что вот этот дизайн один у них из самых любимых. Вот эта подушка очень красивая такая. Да? Ну, здорово, кстати. Она там есть вышитая. Очень красиво оформлена. И просто обалденная. У меня такой, кстати, нет. Но будет. Вот. Вы считаете, она просто беспоподобная. И здесь у нас что идет? Лен. Задник. Красивый такой вот. Вот этот бархат для оформления. Тесьма. Перле. Шелк. Такие пуговицы маленькие. Цена стандартная. Дальше. Опять же, вот такой вот дизайн лимитированный. Его, кстати, нет. Я спросила. Мне тогда только его где-то там отыскали. Тоже, когда дизайн покупала, мне сказали, что это тоже один из самых красивых дизайнов. Вот этот домик. Его Таня не просила, но она увидела вышитую работу. Она висела вышитая, оформленная. При том, что была отдельная рамка. Но рамка была пластмассовая. Мы ее не стали брать. В общем, выглядано вот так. Ну, классно. Классно. Посмотрите, какой яркий, красивый паспорту. Ой, такое украшение дома, мне кажется, на Хэллоуин кто отмечает и как-то создает тебе антураж. Такой, уууу. Ой, это здорово. Здорово. Классные нитки. Лен. Ну, все как обычно, да? Я думаю, все, кто ушивает шепарда и любит, они разделяют вот эту вот радость. Ну, здорово. Дерево такое прикольное. Но вот я не очень люблю такие вот элементы, где надо сидеть, только бы к стичьим деревом ушивать. Хотя этот набор настолько маленький. Дима, это моя рука и этот набор. Тут, в принципе, все будет очень быстро вышиваться, я думаю. Дальше. Ой, вот этот дизайн. Смотрите, какой он классный. Называется Бу-тю-ю. Вот. Здесь надо смотреть задник. Я такой набор себе не взяла. Пожалела. Ну, думаю, ладно, еще куплю. Здесь обалденная рамка. Точнее, паспарту. С тыквами. Фиолетовый такой, с разводами. Лен. И котик. Я здесь нигде котика не нашла. Не понимаю, куда он здесь идет. Вот, давайте рассмотрим с вами поближе. Вот где котик. Видите? Не видите, я тоже. Не знаю, зачем положили котика, но я думаю, Таня найдет применение. Шикарный набор. Вообще, вот эти наборы с паспарту, они просто обалденные. Дальше. Вот этот набор мне тоже нравится. Вообще, есть серия. Love, Joy и... Что-то еще. Забыла. Вот, Таня вышла от два набора. Осталось ей вот этот. Красивый. Они, в принципе, все очень похожи. Здесь луна, везде есть человечек, который что-то там несет в руках. Красиво. Вот здесь у нас пуговица. Нитки. Нитки все между собой очень похожи. Посмотрите, какой паспарту. Вышли там от набора и оформлены. Они выглядят просто шикарно. Дальше. Вот такой же дизайн. Вот такой вот снеговик. Такой у меня снеговик тоже есть. Буду вышивать. Мне так нравится эта шапка. Я не люблю снеговиков особо, но вот шепард это просто супер. Шапка плевая. И здесь красивенный лен. Такой сиренево-синий. Так она правильно передается. Супер. Смотрю, что он прям не по-моему, но он обработан. Вообще приятно. Швати только с одной стороны, да. С другой стороны почему-то нет. Много бисера. Дальше. Вот этот набор. Он у меня тоже есть. Таня, конечно же, тоже нужен, потому что он нужен всем. Он очень классный. И когда я увидела его вышитым, я просто обалдела. Как красиво выглядит вот эта вот звезда. Как красиво здесь все вот это эмбелочные переливаются. Вот этот набор просто обалденный. Он меня поразил. Какие-то большие наборы. Они просто супер. Дизайн будет большим. Прям реально большим-большим. Я буду вышивать его в этом году. Покажу вам от шефа. Здесь что у нас. Вот, что у нас тут входит. Звездочка. Пуговицы. Бисер. Лента. Вот такие интересные нитки. Слушайте, даже у тебя такие не видела. Шелк. Куда здесь? Вот такие интересные нитки. Куда они здесь используются? Может, это здесь? Надо посмотреть. У себя в наборе тоже. Классно. Также к нему в пару идет вот этот дизайн. Солной. Я всегда говорю, что это я, когда выпила бокальчик венца на следующий день. Вот это я. Такая вот красотка. Так, ну или не бокальчик. Так, это Harvest Moon, а это Winter Moon. Это зимняя луна, а это урожайная. Здесь очень красивые эмбелочные. Вот здесь такие прикольные. Вот эти пуговицы. Классные. Интересно. Здесь тоже есть перле. Белая. Точнее, эйкуры. Интересно, где она используется. Непонятно. Сейчас смотрю и вижу здесь. Смотрите. Тыквы. Я даже их не рассмотрела. Они разные. Разных тыквы. Кукуруза. Еще что-то. Вы слышите, интересный дизайн. Правда, почему-то в перегре не очень-то передается. Но здесь вообще все видно. Ой, варюшки. Елочки. Снежинки. Вот это вообще красавица. Ангел. И последний набор. Вот такой вот. Mary and Bride. Красивый, да? Простой. Но фишка в этом наборе в том, что здесь есть паспорту. Если я тоже такой набор заказала. Вот, моя бабуля. Я не знаю, правда. Надеюсь, что придет не мяк. Он должен прийти завтра. Так что завтра сниму вам свои покупки, которые я совершила. Я месяц почти не вышивала. Вышила совсем чуть-чуть. Но я покажу вам в следующем видео, что я вышила. Покажу, что планирую вышивать в июне. Покажу, какие у меня есть начатые работы. И покажу, что купила, в общем. Немножко пропало. Теперь вернусь. Снимаю и буду вам на это и дать своими видео. Красивый паспорту. Но оно отличается от превью. Это всегда был единственный там набор. Здесь, ну видите, такое мраморное. Больше. А здесь зеленое. Но оно красиво сочетается с нитками. Потому что здесь зеленые оттенки. Но это был единственный набор. Больше у них таких не было. Я спросила. То есть, я так понимаю, это тоже редкость. Ну, конечно, наборчики с паспорту, они классные. Им нужна только рамка. И все, дизайн уже будет оформлено. Это вообще как-то недорого. 26 долларов. Ну, получается 28, да? Третья с налогом. Да, конечно, здесь вышивать особо нечего. Но зато можешь сразу оформить самому. Рамку только подобрать. Классно. Это были покупки для Тани. Видите, их очень много. Это супер-супер. Дальше покажу вам покупки для Кати из Канады. Катя тоже очень любит Шепард. Оставлю ссылку на ее канал. Я думаю, вы и так знаете. Вот, буду отправляться в Канаду уже. Хотя это не первый раз. Буду опять трястись, как все дойдет. Надеюсь, все будет хорошо. Даже они тут на чеке все пишут. В общем, какие бабули молодцы. Вот. Для Кати. Такая же подушечка. В общем, Катя заказала такую подушку. Я посмотрела и подумала, что мне тоже она нужна. Поэтому я себе ее тоже прикупила. Ну, прелесть, прелесть. Супер. Дальше. Вот такая подушка. Обожаю носки. Вот такие длинные. Ой, какие они классные. Я сегодня этот набор не купила. И теперь, конечно же, жалею. Надо будет покупать. Здесь мне нравится тоже вот эта вот зеленая. Железятка. А здесь мне нравится. Она тоже зеленая. Где-то просто красная была вообще. Мне очень нравится степпер с такими разноцветными лесками, скобками. Вот. Елочка, дерево. Ой, ну все такое просто обалденное. Классные подушки. Такое красивое украшение. Эта лента, она кажется, как будто бы бархатная. Она невероятно красивая, насыщенного цвета. Супер. Ну что еще сказать. Просто супер. Вот. Мне даже вот то, как это все написано. Посмотрите. Да? То есть просто вообще вау-вау. А здесь, видите-ка, я по-своему не рассмотрела. Здесь цветочки. Так, дальше. Ролл. Истер. Пасхальный. Его тоже не было. Я просила, чтобы мне его нашли. И мне его нашли. Он был один единственный. Так интересно. Здесь на превью вот такой вот ли он. А здесь немножко такой нежный-нежно-розовый. Дайте-ка, тесьма с вами у него. А тесьма, кстати, по-моему, такая же с бантиком. И здесь тоже с бантиком, да. Тесьма здесь совпадает. Очень красивая нежная лента. Вот. Овечка. Да, ролл немножко дороговатый, но я думаю, что страшно. Вот этот дизайн. Он у меня есть. Я его очень хотела. Один раз я его не выиграла на аукционе. Потом нашла. Купила. И купила в три дорога. Но я просто идла отшив и поняла, что я без него жить не могу. Но так и не вышло. Шикарный дизайн. Красивый отшив в шелке. Просто супер. Я не знала, что этот набор не снят с производства. В респе я знала. Я бы, конечно, подождала бы и купила бы в магазине. Он, кстати, тоже не был. Попросила отдельно, чтобы мы его нашли. Мы пошли в пособку. И давай там искать. В общем, здесь вот белка. Бесер и нитки. Очень красивый дизайн. Я видела и просто обалдела. Дальше. Вот точно такой же снеговик. Красивый. Просто супер. Показываю долго. Не буду останавливаться. Дальше. Вот этот дизайн. Олес Калм. Он кажется очень красивым. Но вышел. Он выглядит просто бесподобно. Ой, такая луна. Вот эта обалденная шляпа. Такая тут, как носок, длинная. Овечка. Кстати, она в шапке стоит. Просто. Обалденная. Здорово. И вот такая составляющая этого набора. Мне кажется, что это пукавицы от Just Another Button Company. Но я не уверена. Вот. Еще один набор, которого у меня нет. Я очень хочу. И не понимаю, почему я не купила. Это вот такое сердечко французское. Французское сердце. Он обалденный. Здесь привью, конечно, не передается. Но я видела реальный отшив. У Тани как раз таки. Она не снимала нам на канал, пока не укладывала это видео. Но она прислала мне в личку. Выглядит просто суперски. Ангел классный. Вот этот домик. Ботинок. Овечка. Сердечко. Вот этот узор. В общем, все такое клевое. Но Таня говорила, что ей не хватает. Вот здесь вот светлой нитки. Ей не хватило. Красиво. Здесь два пучка. И ботинок. Ладно. Не хочу открывать набор. Сейчас попробую потрясти. Ага. Ботинок перевернут. Но ничего страшного. В общем, ботинок там очень классный. Такой вот. С цветочком. Вот. И еще фоб. Я хотела купить больше, но я забыла. Представляете, как я могла так поступить? Я не знаю. Катя сказала, выбери на свой вкус. Но так как там было все американское, в основном она живет в Канаде, я взяла вот такой вот осиний. Я знаю, что она любит Хэллоуин. Мне кажется, он очень красивый здесь. Ничего не обрезано. Просто есть там такие фобы, где много чего вырезано. А у нее прям тут все. И ботинок в лес, и шляпа, и накидка. Мне показалось, что это самое красивое. Плюс здесь очень красивая вот эта вот часть. В общем, мне все нравится. Поэтому я взяла вот этот. Мне кажется, самый классный из тех, что были. У меня есть вот такой вот. Мне его подарила Таня. Тоже такой осенний. Люблю. Люблю, не могу. Тоже хочу себе еще таких фобов. Я не знаю, почему не купила. Я забегалась и забыла. Катя собиралась купить. Но ничего страшного. А здесь будет повод еще полететь в YouTube купить этот фоб себе. Вот. У Кати зеленая ленточка. В общем, все как вот такой вот тег. Все как и у других. В общем, это было все. Что я хотела вам показать, что я купила в этом магазине. Представляете, показала вам все, что я накупила за 50 минут. Я думала, что я буду снимать это видео часа три. Потому что наборов здесь почти 100. А я так быстро справилась. Но я люблю быстро говорить, быстро показывать. Не люблю все рассусоливать по 20 раз. Поэтому, надеюсь, вы на меня не виделись и хорошо провели время вместе со мной. Сейчас я посмотрю, если будет возможность, я оставлю кусочек видео с магазина в конце этого видео. Если влезет. А если нет, то тогда сниму отдельное видео. Но в любом случае, я оставлю ссылку внизу в инфобоксе на видео с магазина, которое было снято в прошлом году. Вот. Большое спасибо еще раз. Каждый раз, когда говорю все большое спасибо, потом мне хочется еще говорить. И не могу с вами проститься. Вот. Все. Пока-пока. Убедимся с вами в следующих видео. 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 Убедимся субтитры, Убедимся субтитры, 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 Убедимся, Субтитры, 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 Субтитры,